Микс Ньюз Утро на Болткоме И еще раз всем говорим доброе утро Продолжается утро на Болткоме Мы встречаем наших гостей Мы сказали, что гости гостьи Две гости у нас сегодня Это руководитель проекта и концертной серии Вэф Джаз Клуб и автор идеи концерта В честь столетия Вэфа Антра Дрэге Здравствуйте Доброе утро И ассистент проекта Александра Линне Здравствуйте Здравствуйте С огромным удивлением Я думаю, что для всех меломанов Наверное, орган Хаммонд Который ключевая такая, я бы сказал, фигура В истории рок-музыки, электронной музыки Это легенда звучания Его невозможно спутать ни с чем И рок 70-х годов Очень во многом был построен Именно на этих органах Всевозможных звуках И с огромным удивлением я узнал, что оказывается Производство этих органов Было налажено и была приобретена Оказывается, лицензия Как это вообще могло произойти? Может быть, вы расскажете При каких обстоятельствах этот орган Появился и в Латвии Для каких целей? Это очень интересная история Мы тоже немножко были удивлены этим Потому что дистрибуция органа Хаммонда Была отдана фирме Стейнвей Они занимались этим в Европе Но ВЭФ Очень хорошая такая Была ситуация у ВЭФа И они производили буквально все И только спустя 3 года После изобретения органа Хаммонда Они купили лицензию Начали производить этот орган в Латвии А для чего решили производить сами А не, например, покупать из-за границы Поскольку ведь можно было приобретать Распространители Стейнвы И могли его спокойно привезти Почему нужно было самим его производить? Мне кажется, просто ситуация была хорошая Правда? У нас вообще в государстве И электротехническая фабрика Могли себе позволить Правда, производить много чего Почему нет? Я думаю, что это был аргумент То есть получается, что этот орган Производился не только для нужд Латвии Но и, может быть, и на экспорт Или какая была ситуация с ним? Ну, это все началось только в 1937 году И просто не успели Они сделали где-то несколько Десятков органов И их отправили в церкви в основном А вот известно, в каких церквях они стоят? Да, да, да Это по Латвии где-то они? Или они уехали куда-то за границу? Нет, только по Латвии Но, к сожалению, не сохранились Они почти совсем Можем сказать, что единственный орган, кто сохранился еще Это в Лейпайе Волтерской церкви Но он, к сожалению, тоже не звучит уже больше Требуется ремонт То есть он там сейчас просто стоит Но он не играет И это вообще особенный инструмент Потому что деньги на покупку этого инструмента Подарил церкви Карли Сулман Президент Так вот, главный вопрос А мы-то услышим его звучание? Звучания оригинального инструмента, к сожалению, нет Потому что вот он в Лейпайской церкви Вот они, мы знаем, есть Почти в оригинальном состоянии в Театре Дайла И в Музее музыки и литературы Но, к сожалению, все три не звучат А что нужно, чтобы они зазвучали? Деньги, аликты Какая сумма? Это, в принципе, ведь если Ну, наша история То, может быть, если это не такая уж большая сумма Можно было бы решить проблему Ну, во-первых, деньги Во-вторых, очень хороший мастер Который смог бы это все Потому что эта история не только в том, чтобы Там, починить корпус Или обновить краску История в том, чтобы починить все электрические, электронные детали Лампочки и все остальное, что нужно Ну, это такой большой Это вызов, на самом деле, да? Такое, взять и починить орган Такого вообще масштаба условного Это же очень круто А можно ли говорить о том, что Ну, вот сложись по-другому история Что Латвия могла бы стать, ну, производителем органов Хаммон для Европы И, глядишь, может быть, британские группы Играли бы на аутвийских, да? Группу Deep Purple, условно Почему бы и нет? Потому что развитие действительно было очень-очень быстрое И много чего происходило здесь Но война, конечно, остановила практически все В том числе и производение органов У меня вопрос к Александре Мы немножко отойдем от органа Придем к джазу, да? То есть мы с вами встречались Когда фестиваль джаза только начинался Во Дворце культуры ВЭВ Сейчас он Уже вот уже какие-то результаты Уже какие-то Мы даже с вами встречались Да? На Элеоноре Протектор, насколько я помню Насколько сейчас вот вы довольны тем, как проходит фестиваль? Насколько вы довольны масштабом? Как идет зритель? Не сложно ли этого зрителя туда затащить, скажем так? Ну, зрителю всегда немножечко сложнее рассказать о том, что такое джаз Чем рассказать о том, что такое эстрада Так всегда было Но зрители приходят, зрителям нравится Они приходят в любой зал, в котором бы во Дворце культуры ВЭВ Это не происходило И в камерный зал, и в большой зал, и в вестибюль Этот концерт завтрашний, буквально 28 мая Он будет в вестибюле как раз вместе со всем органом Хамон А что будет за концерт, расскажите нам? Мы празднуем Праздник органа Хамонт, мне нравится так говорить Местная группа Organic City Органик от слова орган На органе играет На органе Хамонт, но другой фирмы Марки B3, это сейчас самая популярная марка в мире, на которой играют Будет играть Аттес Андерсонс Латвийский инструменталист, пианист Вместе со своими коллегами из Латвии Вместе с саксофонистом Кистуте и Свой Гиннеса из Литвы И будет исторический инструмент тоже В качестве музейного экспоната, правда Его можно будет посмотреть? Да И вот буквально 10 июня у вас еще будет концерт Тоже в рамках столетия, например, того же ВЭФ То есть, что это будет? Может быть, можете рассказать? Совершенно верно Концерт Кремерата Балтика Гидон Кремер Буэна Рига Танго Будет очень красивый концерт Уже не джаз Но в качестве столетия мы решили показать И с другой стороны тоже Ну, всеми нами любимые, я думаю, не требуют Дополнительных слов оркестры Кремерата А что это будет? Это будет классическая музыка уже? Это будет немножко музыка латышских авторов Артура Маскота и Георга Белетиса И тоже музыка Астора Пьяциола, конечно Потому что название программы – танго Как легко было затащить Гидона Кремера к нам В зал ВЭФа И чтобы он выступил Потому что у исполнителя такого масштаба Расписано все по минутам на несколько лет вперед Поэтому это такой большой подарок, на самом деле Для рижан и гостей столицы, конечно Конечно, но как очень многие люди из сферы искусства Тоже Гидон Кремер связан с Дворцом культуры ВЭФ И он охотно согласился играть у нас на этом концерте И мы знаем, что он каждый год гостит в Латвии, в Риге И дает концерты со своим оркестром Потому что он чувствует эту связь с Латвией, конечно И мы гордимся этим ВЭФ, вот история самого предприятия Насколько масштабно вот это столетие отмечается сейчас? Что значит это предприятие для истории вообще Латвии? Как часть Латвии? Мне кажется, значит невероятно много Как говорят особенно наши музейные работники ВЭФ производил все от иголки до аэроплана И поэтому действительно я сама буквально пришла работать во Дворец Однажды послушала, что конкретно мы в Латвии производили И была в восторге И эта гордость, конечно, большая Подбираются слова такие, да? Я так понимаю Была удивлена, да? На самом деле очень жаль, что мы больше этого не делаем ВЭФ значило очень много И значило, и был на слуху, и в международном масштабе Все знали о том, что такое Латвия Поэтому как раз Да, но тогда, ну, как бы закономерный вопрос Столетие – это точно праздник? Конечно, праздник Но чуть-чуть такой Грустный, печальный С печалью, да Праздник с привкусом печали Потому что, ну, жаль, что больше нет Жаль, что больше не производим Ну, я очень рада о том, что у нас сейчас открылся музей Где можно посмотреть все чудеса Действительно чудеса, которые производились здесь В Латвии Так что я советую всем Кто еще не успел прийти посмотреть Музей очень маленький Но там очень-очень много экспонатов К сожалению, у нас нет своего хамонда Мы его арендуем специально для этого концерта Чтобы показать людям, как он выглядел И хамонды, которые мы производили здесь Немножко отличались от тех, которые были произведены в США Потому что каждый, кто хотел иметь этот инструмент Мог заказать свой дизайн А, свой дизайн даже Да, у нас был художник Адал Сербиты Который разрабатывал индивидуальный дизайн для каждого инструмента И можно было использовать разную древесину И древесину, насколько я знаю, тоже употребляли латвийскую Но в основном это были для церковного, для богослужения, да? В основном, потому что он гораздо удобнее Гораздо дешевле, чем большой массивный орган с тысячами труб И все равно не дешевая история Но это гораздо упростило По звучанию он не настолько сильно отличался Чтобы церкви считали, что это совсем что-то другое, неприемлемое А вот вы говорили о музее, который открылся сейчас В Дворце культуры ВФ Вот этот музей И там много экспонатов, которые действительно поражают и удивляют Вот какое особенно, наверное, удивление Вот вы увидели, подумали, ну ничего себе и это Вот такая какая-то реакция вот на что была? Ну, людям очень нравится делать фотографии с Минокс С этим самым маленьким шпионским фотоаппаратом И, к сожалению, он у нас гораздо часто ломается Поэтому, что все хотят с ним пообщаться Так, его можно прямо взять в руки Да И все так экспонаты можно взять в руки Нет, не все, конечно, не все Орган нельзя Его там просто нету К сожалению Ну, то есть они в свободном доступе Можно взять, повертеть в руках, посмотреть Ну, некоторые Не все экспонаты, но Дарьевых Минок, да А если там вот игрушки, любимые моего детства Когда мне дарили, во-первых, повар, который подбрасывал яичницу И, по-моему, вот история с доктором, который какие-то микстуры Вот с ней была связана же, по-моему, еще одна была история Что кто-то изначально это должен был быть алкоголик А потом решили, что мне для детей нельзя показывать И перейдем из доктора И результат такой же Нет, такого там не найти К сожалению, нам надо рассказать своим работникам, что да Ну, а люди приносят? Вот, например, кто-то нашел дома что-то и хочет отдать, может быть, в музей У него есть такая возможность? В прошлом году, когда мы открывали дворец после ремонта Очень много инженеров И людей, которые работали на заводе, приходили и рассказывали свои истории И приносили даже планы и графики И всяческие документы Так что было очень интересно И мы еще сейчас работаем над этим всем И слушаем истории Записываем их Там очень много всего интересного Потому что даже в этой истории про Хамонт, на самом деле Я знаю, что мы пришли к работникам музея перед этим концертом И они рассказали нам, показали нам письма, которые люди присылали Например, с фотографиями витрин, на которых был этот особый дизайн Нашего Хамонта в Латвии произведенного Кто-то специально коллекционеры прислали откуда-то из-за границы Нам специально, чтобы это было в музее Я прошу прощения, Олег, я просто Вот витрины, это где эти витрины были? Они все были в Латвии или как это выглядело? Ну, то есть вот мамы за границей присылали фотографию Которая указана, что вот этот Хамонт стоял на витрине И вот как красиво выглядит Вот витрины эти где находились? В Латвии В Латвии не знаем адреса Но надо там, наверное, спросить у музейных работников Они может... Может, вот еще это в Латвии было В Латвии и в Риге, да? А воспоминания людей, которые могут что-то из памяти Может быть, им рассказывали Где-то собирается каким-то образом стекаться Потому что ведь это есть... Ну, вот я как бывший архивист, я понимаю, что есть документы Но не меньше, значит, так называемая устная история Которая, может быть, память людей сохраняет чаще Больше даже какой-то информации, чем это было зафиксировано в документах И это, к сожалению, вот сами носители этой информации уходят из жизни Вот очень важно найти людей, успеть записать их воспоминания Вот как-то это собирается в каком-то одном месте? Да, конечно, конечно, мы работаем над этим и приглашаем И люди сами приходят, они просто хотят оставить эту историю И они записываются, и потом обрабатываются И мы уже начинаем их читать Уже можем Первое мероприятие, где можно было познакомиться с этими историями Это было музей Накц Это было тоже первое мероприятие в рамках столетия И мы будем продолжать работать на этом Потому что мощь Может быть, книги какие-то будут выходить Да, да, я надеюсь Я надеюсь То есть у вас большие планы вообще и на музей, и на дальнейшую культурную жизнь В принципе, Дворца ВФ? Конечно, конечно Конечно, то историческое место, которое отреставрировано красиво Которое звучит и в котором можно многое что сделать Александр, вообще вопрос к вам, вопрос личный Я не первый раз с вами общаюсь касательно ВФ Я каждый раз искренне удивляюсь С какой невероятным любовью, с каким невероятным восхищением вы говорите об этом месте И, на мой взгляд, для людей достаточно молодых это, в принципе, не очень свойственно Они совершенно как-то, у них какие-то другие абсолютно интересы Как-то вот их туда пригласить, их туда затянуть Это тоже там своеобразный такой сложный процесс Откуда вот это столько эмоций, столько любви к этому месту? И к тому, что вы делаете там? Все очень просто Я вообще в жизни, к счастью, имею большое счастье заниматься только теми проектами, в которые верю Поэтому я знаю, что делает Антра, что делает наша коллега Сандра, что делают все остальные коллеги для конкретно этого места Какие замечательные проекты они пытаются туда привезти, как они ими горят Фактически с большинством этих музыкантов я тоже уже поработала, я знаю, из чего складывается Может быть, знать изнанку тоже помогает в том, чтобы потом гореть тем, что видит публика Ну да, просто вы говорите, вот я пришла в музей, посмотрела, удивилась, и как жаль, что мы сейчас с ним делаем Это тоже своеобразное, очень такое трепетное отношение к нашему прошлому и к тому, что вот что, как мы сейчас видим, достаточно реалистично, на мой взгляд И поэтому я каждый раз просто удивляюсь, потому что я мало знаю людей, которые приходят в музей и говорят, ну надо же, да, а вот когда, а в наше-то время, да, а сейчас, ну что же там А молодые люди, которые приходят в музей, они удивляются тому, что в Латвии в самом деле было такое удивительное производство И ведь, ну, когда гуляешь даже по Риге, ты видишь, сколько зданий там, ну в начале века было построено, сколько удивительные там, ну вот вещи, которые поражают То, что Рига была, ну, одним из таких европейских, в самом деле, центров и технических, и художественных Да, да, на самом деле, я была практически, наверное, весь день во дворце на ночь музеев С тех пор, как люди начинали туда приходить, они начинали туда приходить часов за пять до заявленного времени, наверное, продолжали И кроме вот этих всех исторических персонажей, которые хотели останавливать каждого работника, поговорить с ним о том, как было тогда и как им грустно, что сейчас так больше нет Приходило много молодых ребят, приходило много молодых семей с детками, рассказывали им о том, как и что у нас было Было интересно наблюдать, что, правда, люди и молодые люди тоже сокрушались, что сейчас так нет, и удивлялись, да Я вот вернусь немножко к и джаз-клубу, да, и вообще, в принципе, к музыкальным мероприятиям И такой ужасно неприятный вопрос, кто ваша целевая аудитория сейчас, на сегодня? Именно джазовые серии мероприятий? Да, джазовые Я думаю, что у джаза вообще целевая аудитория довольно обширная, потому что в Латвии есть очень много молодой публики, которая его слушает Обычно принято считать, что джаз слушают люди 25+, или 35+, и так далее Но в Латвии у нас есть хорошее музыкальное образование, что позволяет студентам, начиная с 15-16-летнего возраста, слушать джаз, интересоваться джазом довольно-таки широко Но в основном, я думаю, это все-таки от 20 в своей массе, ну и до 99+, да? Давайте оптимистично смотреть на продолжительность жизни в нашей стране, что в самом-то деле Насчет джазовых проектов, я понимаю, что ведь Гидом Кремером не закончится, там впереди тоже какие-то планы, насколько далеко вот они составлены, насколько есть ли планы какие-то привозить музыкантов, джазовых музыкантов из-за пределов Латвии, например? Мы сейчас уже работаем над программами следующего года и даже 21 года уже работаем И мы будем продолжать работать с джазом Концертная серия джаза и тоже концертная серия для камерной музыки у нас имеется По 8 концертов каждой из концертных серий И очень-очень разная музыка И мы очень стараемся работать с молодежью, с детской аудиторией, тоже придумываем проекты для них специально, чтобы как-нибудь присоединить их Да, привлечь их А насколько тяжело, скажем, такой мамонт, как ВЭВ, да, с такой большой историей, сделать его современным, да, то есть сделать там сайт более креативный, сделать проекты, которые будут Соцсети, например, там инстаграмы Да, инстаграмы, то есть с одной стороны это такое прям прошлое-прошлое, чуть ли не памятник архитектуры, а с другой стороны его нужно как-то предложить этой аудитории там весело-задорно Насколько это тяжело получается? Может быть легко, наоборот, и люди очень отзывчивые? Я думаю, что это вопрос времени, конечно Наша аудитория меняется, мы это видим, ощущаем Конечно, это огромная работа, которую надо вложить Потому что ВЭВ ассоциируется для множества людей с кружками художественной самодеятельности Их у нас много и сейчас, в том числе и детей очень много, которые учатся танцевать и петь И это на очень хорошем уровне И мы стараемся привлечь этих наших художников, которые упражняются в дворце И чтобы они тоже приходили на те мероприятия, которые мы организуем помимо их деятельности И, конечно, это вопрос времени еще Ну и да, наверное, у нас заканчивается время эфира, но тем не менее я хотела бы все-таки сказать, что действительно в дворце культуры ВЭВ огромное количество детских кружков Мне кажется, вы что-то озвучивали чуть ли не около сорока Как-то их очень много было Больше, чем шестьдесят, если я не знаю Больше, да, больше шестидесят Это все от танцев рисования до керамики, до фотокружка Огромное количество Я, наверное, впервые за свою жизнь как мама начала изучать действительно не то, что ты отводишь, плачешь, у тебя ребенок занимается, потому что где-то услышал А правда изучать расписание, что они предлагают, в какое время, и все это доступно абсолютно, за что вам огромное спасибо, потому что это ужасно круто, правда А нам надо потихонечку закругляться И единственное, наверное, вся информация можно найти или на страничке в Фейсбуке, или как всегда, на сайте Или вы придете и нам расскажете, да, потому что, ну, почему бы и нет, это всегда с удовольствием Антра Дреги и Александра Лина сегодня у нас были в гостях, спасибо вам большое И на этом утро на Болткоме завершается Да, всего хорошего Спасибо